70 лет назад вот такой же весенний для европейского региона день завершилось в результате подписания акта обезоговорочной капитуляции Германии завершилась самая короткая война в истории нашей страны. И не только нашей страны. Завершилась великая битва против темных сил фашизма со светлыми силами добра, силами прогресса в лице воинов и народа Советского Союза. Это святой день, святой праздник не только для населения и всех народов и национальности Советского Союза, но и для всех друзей нашей страны, для всех людей Добрый Год. И в этот день мы чтим тех ветеранов до поколения, на долю которых выпала эта тяжелейшая задача, чтобы отразить очередную атаку, очередную агрессию со стороны неприятелей нашей Родины. Мы чтим память тех, кто пал на полях сражений той войны. Мы желаем самого доброго от всего сердца тем, кто еще, слава Богу, находится еще вместе с нами и долгое время будет пожелаемым находиться и быть в добром здравии. Эта победа ковалась не только на полях сражений, хотя, естественно, основная нагрузка пала на бойцов. Сейчас прошли непосредственно, сейчас еще и поехали. Но Советия ковалась и в клуб, дружинниками тыла, в лице рабочих, женщин, людей пожилого возраста, подростков, которые день и ночь, не щедя себя, не покладая рук, давали оружие победы для того, чтобы отбить необходимым вооружением нашу армию. Сегодня в России и в Москве, в частности, и в других городах крупных прошел парад победы. Я посмотрел его, посчастливилось, мы его увидели. Это была грандиозная эпопея, на которую приехали многочисленные гости из зарубежа. Кто-то смог приехать из руководителей зарубежных государств, кто-то нет. Но многие были, в частности, был президент, председатель Китая, был глава Индии, был глава Кубы, Сербии, Македонии. Ну, я всех сейчас не буду перечислить, всего порядка 27 руководителей иностранных государств. И вы знаете, несмотря на попытки, а они имеют место, исказить историческую правду, принизить или вообще подвергнуть забвению роль народа Советского Союза в этой победе, все-таки, правда, она всегда пробивает себе дорогу. И если посмотреть на те новости, которые приходят из различных столиц, и судить по заявлениям, которые сделаны в том числе и руководством иностранных государств, то все-таки, вот, это правда, это преклонение перед подвигом народов Советского Союза, Оно бесспорно, и это сейчас никто не оспаривает, несмотря на попытки сделать его. Дорогие друзья, поздравляю вас от всей души с этим светлым праздником. Как поется в известной песне, это праздник в сединою на висках, это праздник со слезами на глазах, но мы помним о тех, кто пал, защищая свою родину, защищая нынешнее поколение и обеспечивая будущее предыдущим поколением, Но, тем не менее, давайте утрем слезы временно, и этот праздник все-таки встретим с улыбкой и с чувством большой благодарности. Спасибо за внимание, всех поздравляем. Благодаря! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok